Уважаемые зрители, гости моего канала, рад приветствовать вас на канале Переехали в Сочи. Сегодня я хотел бы вам показать этап строительства и вообще какие дела на коттеджных поселках. Почему? Потому что, ну, на моих, можно сказать, самых интересных, самых любимых в коттеджных поселках. Почему? Потому что совсем недавно я вам показал дом залей, да, который находится, вот, кстати, недалеко на улице Котовского. И, ну, противоречивые такие, да, были у вас комментарии, изъявления, да, что слишком дорого и так далее. Я понимаю вас и прислушаюсь к вам. Опять же, были разговоры по поводу жилого комплекса «Триумф». Там очень хорошая есть площадь с ремонтом, полноценная трехкомнатная квартира за 15 миллионов полностью с ремонтом. Обзор у меня есть, может быть, кто-то и смотрел. Тоже там писали вот комментарии, вот, зачем мне этот дом, я поставлю, построю дом, либо, ну, куплю дом, то есть готовый можно купить и так далее. Не вопрос, конечно же, ребят, вы можете себе и построить за эти деньги дом и, возможно, даже сделайте ремонт и купите такую же мебель. Вопрос просто, где он будет находиться? Так вот, давайте мы все-таки посмотрим в бюджете где-то до что-то там 10 миллионов рублей, типа вот как аналог большой площади, да, либо большой площади бизнес-класса. Вот, а вы уже напишите в комментарии, какой вам из этих домов понравится. Даже если у вас нет бюджета на покупку дома, все равно посмотрите, изъявите свое желание, то есть написать в комментарии, что вам понравилось и что вам не понравилось. Потому что это важная точка зрения для людей, которые, возможно, ищут себе дом, возможно, они захотят себе что-то построить. А также обязательно пишите, как вам инфраструктура в этих коттеджных поселках. Итак, мы с вами едем по улице Насыпной. Наверное, первый будет у нас поселок коттеджный, который располагается в Черешне. Итак, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Есть определенная, вы знаете, привязка всегда любой квартиры, любой недвижимости к морю. Так вот, мы сейчас с вами находимся, можно сказать, в Олимпийском парке. И примерно всех, вот, можно сказать, коттеджный поселок, который мы бегло так с вами посмотрим, будет расстояние примерно 15 минут на автомобиле до Сириуса. Вы знаете, что такое Сириус. Отдельно у нас получается сейчас поселок городского типа. Вот, глобальные здесь будут изменения. Ну и по ценообразованию, конечно, все то, что приближено к этому поселку, растет сейчас в цене. Ребят, дорога в Черешню, конечно же, это небольшой такой серпантин, но опять же, с хорошим асфальтированным покрытием. Для тех, кто, возможно, скажет, что это слишком далеко, посмотрите обзоры моих коллег, которые показывали вам какие-то предложения в Красной Воле. Вот там действительно далековато, а здесь буквально, как я уже сказал, 15 минут всего, и вы в Олимпийском парке. При этом в селе Черешня есть и сетевые магазины, есть и школа своя, понимаете, то есть есть и почтовое отделение. В общем, в принципе, как бы, вроде как и село. Да, там много очень частных домов. В основном частные дома. Нету каких-то крупных каких-то магазинов там, да. Но, тем не менее, вот мы через Верхневеселое с вами едем, посмотрите, и застраивается достаточно очень хорошими, даже большими такими. Итак, ребят, мы приехали на улицу Владимирскую. Кому будет интересно, можете даже позвонить по вот этому номеру и посмотреть, сколько здесь стоит земля. Потому что вы один хрен запросите меня, сколько стоит все-таки земельный участок. Потому что все хотят сэкономить, все хотят купить земельный участок и построить самостоятельно. Итак, мы с вами рассматривали раньше два дома Горной Олимпии. А сейчас их еще застройщик по соседству построил 8 штук. Вот уже некоторые из них уже находятся вот в таком уже готовом состоянии. Облагораживает сейчас территория. Ну, в общем, давайте посмотрим, что у нас почем здесь есть. В основном все дома здесь по 10 миллионов рублей. Но один есть, один уже продан, один есть по акции 9,5 миллионов рублей. Какой из них можно будет уточнить при запросе. А сейчас я вам просто покажу, как он выглядит внутри, чтобы вы понимали просто, что вы можете купить. Дом 141 квадратный метр. И площадь земли будет здесь всего 3 сотки земли. Но здесь сада никакого не получится. Но зато это будет, знаете, в одном стиле. Вот все дома, так сказать, с общим вот таким заездом. И с общей цветовой такой, если сказать, гамме. То есть это не как, знаете, в деревне будет видно. Ребята, вы видите, что сам дом выполнен из каркасно-монолитного исполнения, а также блочное заполнение у нас газосиликатный блок. Утеплитель, караед, отделка, дверь. И давайте в один из домов зайдем, посмотрим. Я вам просто примерно покажу, что они в свободной планировке. Можно выбрать один из семи. Всего их восемь. Напомню, один из них продан. Никаких ригельных систем, достаточно много окон, планируется свободно. Я бы обязательно обратился к дизайнеру, который сделал бы, как положено, всю расстановку мебели, комнаты и так далее, санузлов. И есть здесь также балконы на втором этаже. В общем, один дом 9,5 миллионов рублей, остальные все по 10. Но это, в принципе, и правильно. Потому что есть акционное предложение, на него нужно будет реагировать. В той стороне аэропорт, и вид есть небольшой на море. Да, по поводу коммуникации. В данном коттеджном поселке будут все дома газифицированы. Также 15 киловатт электроэнергии на каждый дом. И локальные очистные сооружения. Ну, мы находимся в деревне, поэтому надо понимать, что, скорее всего, здесь не будет никакой централизованной канализации. Ну, естественно, будет все территория облагороженная. То есть, сделан подъезд, заезд, выездные ворота. Все это будет установлено. Ну, вот эти вот коттеджи, коттеджный поселок, который на Ворошиловградской находится, там ценник 19 миллионов рублей. И понятно, почему. Потому что не только от близости к морю, но от видовых характеристик. Потому что здесь прям прямой вид в сторону Олимпийского парка. Действительно, хороший подъезд, новая бетонка. На широком формате вы, наверное, не ощутите всей красоты и прелести, да? На эмеретинскую низменность, на поселок городского типа Сириус, который в вечернее время подсвечивается. Но я вам показывал, как сверху он действительно красиво смотрится. Золотой вид, как я его иногда называю. Вот, земля здесь очень дорогая, дороже, чем, конечно же, в Черешне, либо в самом там Верхневеселом, да? Ребят, конечно, не всегда свой дом это слишком какой-то дальний какой-то район, да? Это без какого-то пешей доступности до каких-то магазинов. Конечно же, можно и такие предложения найти, но они будут уже достаточно дорогие. Поэтому при, допустим, более-менее бюджетном каком-то покупке дома надо рассчитывать на то, что вы будете передвигаться либо на автобусе, подстраиваться под график, либо передвигаться на машине. Да, за продуктами на машине, да, детей надо отвезти на машине, в садик, в школу и так далее. На то это и дом. Поэтому такая и разница, понимаете? Поэтому вы будете жить подальше от шумных каких-то улиц, да? Подальше жить от туристов, от каких-то клубных домов, которых настроили в Сочи достаточно много. То есть, если вы готовы жить в отдалении, то, пожалуйста, дом это в 15 минутах от моря. Это, я считаю, что нормально. При этом самое главное выбирать район, где просто проходит общественный транспорт. Это в случае того, что вдруг у вас что-то случится с машиной, ну, либо к вам просто кто-то хочет приехать, к примеру. Итак, мы едем с вами в Нижнюю Шиловку. Ее, можно так сказать, самое начало. Итак, дамы и господа, мы находимся на земле. Четыре сотки ИЖС. Вот с таким прекрасным домом. Качественная, красивая внешняя отделка. И квадратной формы у нас получается земельный участок. Есть небольшие насаждения. Все это можно перепланировать под свой вкус. Можете сделать свой забор, поставить бассейн, можете мангальную зону. В общем, как вам душе будет угодно. Всего здесь три дома. Один из них, вот этот вот продан. Вот этот еще в продаже. И вот этот рассмотрим один. По поводу коммуникации. Здесь водопровод, локальные очистные сооружения, 15 киловатт электроэнергии. Газ проходит здесь по улице. Подсоединять. Есть такая возможность. Лучше это будет делать складчину с тремя, так сказать, всеми домами. Это задний двор. Здесь установили лос. Кто-то говорил, зачем сзади сделали лос. Надо было спереди. Ну, а ребята, зачем спереди? Если спереди у вас может быть здесь облагороженные зоны и забор. Пусть уж лучше сзади дома. Итак, дом 130 квадратных метров. Каркасно-монолитный. Опять же, без каких-то колонн. Достаточно много световых точек. Распланировать можно его как угодно. Но лучше всего это сделает дизайнер. Выделен здесь санузел. Вот таких вот размеров. Наверху то же самое. Бетонная лестница. Сейчас с вами поднимемся. На втором этаже, в принципе, все то же самое. Свободная планировка. Никаких нет перегородок. Можно раз комнату сделать, два комнату. Здесь можно либо просто гостиную, проходную сделать, либо еще одну. В общем, напишите в комментариях, как бы вы сами его распланировали. Еще один санузел, матовое окно. И у нас есть балкон. Выход на балкон. Все уложено плиткой. Поставлены ковринные перила. И, дамы и господа, этот дом стоит 8,5 миллионов рублей. При этом можно купить этот дом в ипотеку. Потому что он сдан. Всего 15 минут ехать до совхоза России, до Олимпийского парка на автомобиле. Здесь определенным плюсом являются подъездные пути. Они очень здесь хорошие. Небольшая возвышенность. Не напрягающая. В той стороне у нас проходит уже дорога, по которой мы ехали в Веселое и в Нижнюю Шиловку. Асфальтированная. 200 метров буквально вот от дома. И там общественная остановка транспорта. То есть, это очень, в принципе, неплохой коттеджный поселок. Более-менее на равнение. При этом вы можете пользоваться легковым автомобилем, а не ездить на каком-то внедорожнике. Ну, у нас, в принципе, все с вами варианты именно такие, чтобы я смог подъехать на своем легковом автомобиле. Поэтому, какие-то, если есть, где надо проезжать на внедорожнике, я туда просто не езжу. 8,5 миллионов рублей, ребята. Ну, скажите, что этот дом не стоит этих денег. На мой взгляд, это одно из лучших предложений построенного дома. По локации, по земле, по инфраструктуре и по внешней отделке и так далее. Давайте еще один покажу вам. Коттеджный поселок, он прямо вот здесь вот рядышком. И, возможно, вы уже поняли, что речь пойдет именно о нем. Здесь прекрасный вид на горы. Если мы сейчас с вами смотрели Версаль, то по соседству здесь есть коттеджный поселок, который называется Синара. Всего здесь 8 домов, но вот один уже полностью готов. И здесь уже отображается у нас сама территория. Вот еще 4 и дальше еще строятся дома. Итак, 144 квадратных метров. Три всего сотки земельный участок. Ну, вот эти очертания вы его видите. Достаточно скромные, да, но побольше зато квадратных метров, чем там. Вот. В принципе, по качеству строительства они схожи. Единственное, здесь керамзитоблок, а там газосиликатный блок. Мне почему-то керамзитоблок больше нравится. Если вы со мной не согласны, обязательно пишите в комментариях. Вот. Тонированные окна. Это огромный плюс для того, чтобы дом не нагревался. А также все так же по-прежнему одинаково. Фактически одинаково. Также мы заходим в середину дома. То есть у нас есть по кругу, так сказать, остекление, чтобы нам сделать какую-нибудь свободную планировку. Маленькое окошко у нас и канализация. Вот эта труба подразумевает выделение здесь санузла. Под лестницей мы сможем какую-нибудь небольшую гардеробную сделать. И поднимемся с вами на второй этаж. Что мне нравится на втором этаже, так это уже распланирован полноценный блок. Не перегородочным блоком, а половинчатым. А именно полноценный блок, чтобы шумоизоляция была получше. Уже комнаты. Также санузел. Вот смотрите, санузел. Единственное, здесь еще не подшит потолок. Но за эту сумму, которую я вам скажу, все будет доделано. Потому что сейчас все силы бросили на следующие дома. Итак, вот одна комната средних размеров. Я не скажу, что это большая просторная спальная комната. Но, в принципе, для взрослой комнаты, чтобы поставить здесь двухместную кровать и тумбочки, в принципе, все влезает. Здесь вид, в принципе, на придомовую территорию, вид красивый на горы. То есть он, по идее, этот дом видовой. И он мне очень нравится. Самое главное, конечно же, это цена. 56 тысяч за квадратный метр, дамы и господа, в этом доме. Да, сравнивать с квартирой, может быть, это неправильно. Но, тем не менее, если мы сравним с другими какими-то коттеджными поселками, то вы поймете, что это самое дешевое предложение готового дома на сегодняшний момент с такой площадью, вот, с хорошим подъездом. Вид с этой спальни у нас на заднюю придомовую территорию. Очень хорошо, что вот эти два дома без окон в вашу сторону. И вот еще одна комната с выходом на балкон, с панорамным остеклением, тоже тонированные окна. Вот, так дом этот стоит 8 миллионов рублей. Вот вам, пожалуйста, мы с вами съездили в Горную Олимпию. То есть посмотрели, какие там есть предложения. По 9,5 миллионов рублей, тоже три сотки земли. Мы с вами побывали в Версале, 4 сотки земли, 130 квадратных метров, 8,5 миллионов рублей. Тоже мне очень нравится этот дом. И КП Синара. Считаю, это три самых лучших предложения на сегодняшний момент по домам, если вас интересует именно в бюджете до 10 миллионов рублей. Конечно же, можно поискать что-то побольше площадью, может быть, побольше земельным участком. Но это будет уже за бюджет далеко уходить за 10 миллионов рублей. Итак, ребят, давайте я немножко проеду от двух этих коттеджных поселок до основной дороги. Посмотрим, что вокруг. Ну, подъезд, как я уже сказал, на легковом автомобиле вообще никаких проблем нет. Частично он какой-то бетонный, асфальтированный, где-то подсыпан щебенкой. В общем, присущий, так сказать, сельской местности. Но при этом и в дождь и так далее можно спокойно проехать. О чем я говорил, газовая магистраль везде здесь есть. Вот вы видите, где тут есть. Номер телефона Швеи. Вот. И буквально 200 метров мы с вами спускаемся по вот этой вот дороге. И выезжаем уже на основную асфальтированную дорогу, где проходит маршрутный транспорт. Также до школы, то есть до садика есть и в Нижней Шиловке, есть и у нас на улице ближе к урожайной, да, то есть там сотая школа и так далее. Здесь вот есть магазинчик. И вот она автобусная остановка. Там даже знак был, да. Вот она автобусная остановка. В той стороне у нас и Меретинка. Доехать до моря здесь буквально 15 минут. Вот в 15 минутах езды два таких вот коттеджных поселка. В принципе, у меня все. Если вас заинтересовало предложение одно из, если вы интересуетесь покупкой дома, связывайтесь со мной. А также, если вас интересует строительство дома, в городе Сочи тоже связывайтесь со мной. У нас есть компания, которая занимается строительством домов. Желаю вам хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok